МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Предварительная причина – грязная вода. Более 60 человек в селении Ленин-Аул пострадали в результате массового отравления. Новый год, новые тарифы ЖКХ. Вслед за продуктами питания дорожает и свет. Куда исчезнут метаны? Транспортные предприятия могут закрыть. Руководство бьет тревогу. Помнить о долге всегда и везде. Полицейский из Дагестана спас жизнь жительницы Железноводска во время отпуска. Вспышка острой кишечной инфекции в селении Ленин-Аул Казбековского района. Там отравились более 60 человек. 15 из них, в том числе 11 детей, сразу же госпитализировали в больницу. Остальных отправили лечиться домой. Сейчас под наблюдением врачей остаются 10 человек. Что стало причиной массового отравления, еще предстоит выяснить в ходе экспертизы. По предварительной версии, причиной могла стать грязная вода. Пока же администрация Казбековского района организовала подвоз чистой питьевой воды для местных жителей. В результате ДТП в Чечне погибли четверо дагестанцев. Авария произошла близ села Белготой Шалинского района. На федеральной трассе столкнулись КамАЗ и Тойота Камри. Все погибшие находились в легковом автомобиле. Водитель Тойоты не справился с управлением. По предварительным данным, это случилось из-за погодных условий. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Автобусы метан, возможно, скоро исчезнут с городских линий. Транспортная компания под угрозой закрытия. По словам ее руководителя, предприятие кто-то умышленно хочет довести до банкротства. Группа людей ввели в преднамерение умышленного ПАП-2 к банкротству, для того, чтобы раскупить территории автобуса по дешевой цене. Автобусы называют народными, а ПАП-2 социальным объектом. На них ездят в основном студенты, пенсионеры, инвалиды, кто не в состоянии из-за цены ездит на другом транспорте. Так называемые автобусы метан были куплены в 2015 году за бюджетные деньги. Это единственный в республике транспорт, перевозящий людей от Каспийска до Махачкалы и внутри города всего за 10-13 рублей. Отпуск в санаторий обернулся криминальной передрягой для героя нашего следующего сюжета. Причем героя в самом положительном смысле. Полицейский из Дагестана спас жительницу Железноводска от преступника. Теперь майор Асланбеков представлен к ведомственной награде. Ну а все подробности и истории в сюжете Карины Баталовой. Долгожданный отпуск в Железноводске майору полиции Хадису Асланбекову запомнится еще надолго. В один из ноябрьских вечеров Хадис по обыкновению прогуливался по городскому парку, когда услышал со стороны леса пронзительный женский крик, просящий о помощи. В тени Хадис увидел крупного мужчину, который душил свою жертву. Женщина почти обессилево сдавала хриплые звуки. Увидев Асланбекова, насильник закричал, что это его жена и ему лучше уйти. Попросил встать, естественно, он не встал. Когда я его начал поднимать, он набросился кулаками, ногами, начал сопротивляться, оказывать физическое сопротивление. Хадис не растерялся и дал отпор. Тогда преступник начал делать вид, что достает оружие. Но сотрудника полиции не так легко было провести. Сбив мужчину с ног, майор заблокировал его и завязал руки его же поясным ремнем. Связанного насильника Асланбеков передал прибывшему на место наряду полиции. В угоду следственным отделом города Железноводска возбуждено уголовное дело в отношении находящегося в федеральном розыске неоднократно судимого уроженца и жителя города Кемерово. Уголовное дело возбуждено по факту разбойного нападения. В отношении данного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Очевидцем мужественного поступка Хадиса стала и Асият. Она рассказала, что крики о помощи слышали многие. Но только Асланбеков поспешил на помощь. Там еще прохожие люди тоже бывали, поднимались на гору, но никто не пришел на помощь, кроме Хадиса. Такие поступки, такие героические поступки не должны оставаться без внимания. Должны знать окружающие, также должны его достойно поблагодарить. Из-за этого все мы там, отдыхающие в санатории, собрали подписи и отправили письмо к президенту. Позже следствием было установлено, что у преступника был также сообщник, который скрылся с места происшествия. В настоящее время дело направлено в городской суд Железноводска. А майора полиции Хадиса Асланбекова ждет заслуженная награда. Карина Баталова, Дауд Гасанов, Телеканал ННТ. Депутат Госдумы Гаджимрад Амаров тоже включился в борьбу за кресло главы Махачкалы. Об этом сообщают сразу несколько информагентств. Амаров таким образом станет вторым претендентом на должность мэра. Напомним, что в конкурсную комиссию уже подал документы глава управы Басманова округа Москвы Салман Дадаев, которого многие прощат на пост градоначальника. Свет в 2019 году станет дороже. Повышение бюджетных сборов по НДС сказались и на тарифах электроэнергии. Изменения вступили в силу с 1 января. Так, для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, стоимость 1 кВт электроэнергии составляет 1 рубль 76 копеек. При этом уже в июле тариф возрастет второй раз до 1 рубля 81 копейки. Среди регионов, в которых повышение тарифов будет выше среднего, и наша республика. Несмотря на то, что с нового года постепенно начинается увеличение возраста выхода на пенсию, льготы на оплату ряда налогов, жители страны все равно будут получать при достижении старого пенсионного возраста. 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. И внесли изменения в законы Республики Стану о транспортном налоге. В части касается льгот. По льготам пенсионеров было прописано, что пенсионеры освобождаются 50% от легкового транспорта, мотохаляцик до 150 лошадей включительно. В новом звучит, что пенсионеры или граждане, мужчины, достижающие 60 лет, и женщины, достижающие 55 лет. То есть теперь гражданину не обязательно приходить с пенсионным доставленного органа, говорит, вот я пенсионер, заявлять. Этому самому органу уже может подать их рождение, предоставить человеку льготу. Такая же ситуация по льготам с земельным и имущественным налоги. До 2019 года эти привилегии касались только пенсионеров. Сейчас же они будут предоставляться по достижению определенного возраста, или, как говорится в законе, предпенсионного статуса. Однако изменения в транспортном налоге дальнобойщиков вряд ли обрадуют. Теперь для пользователей системы Платон льготы не предусмотрены. Гражданин, который оплачал Платон, он или сам Платон, или он предложил квитанцию, что он оплатил Платон. И на эту сумму оплаты Платона ему не вмешалась сумма налога. И, так сказать, если человек у него выходил, например, 30 тысяч налог, он оплатил 30 тысяч Платона, то человек ничего не должен был. Если 20 тысяч, то 20 тысяч отнимается от 30, и он оплачал разницу после 10 тысяч. И с 2019 года льгота, по данным, отмененная, и человек теперь должен оплачивать налог полностью. 212 миллионов рублей потратят в Дагестане на капитальный ремонт в 50 многоквартирных домах в 2019 году. По ним уже объявлен аукцион по проектно-сметной документации. Добавим, по данным фонда, в Махачкале за прошлый год отремонтировано 19 многоквартирных домов. В Каспийске – 7. Это замена крыши, лифтов, покраска, фасада и прочие работы. В настоящее время по региональной программе капитального ремонта в Дагестане проходит 3502 дома. Ежемесячный минимальный взнос в республике составляет около 5 рублей за квадратный метр. В случае, если фонд соберет необходимое количество взносов, в 2019 году количество отремонтированных домов увеличится до 100 единиц. Неутешительные прогнозы политологов и экономистов не повлияют на благодать наступившего года. Так считают паломники туркомпании «Марва», чей год начался с совершения малого хаджа. Накануне они вернулись из Саудовской Аравии. Новогодние выходные у этих людей, пожалуй, выдались самыми запоминающимися. Это вообще не сравнимые ничем впечатления. Это радость, это легкость души. Это вообще какое-то, не знаю, непередаваемое. Всего в новогодние выходные «Малый хадж» совершили более 250 паломников. Вылеты осуществлялись из Махачкалы и Грозного. Ближайшие рейсы запланированы на 16 и 30 января. Триумфом боксеров из Бабаюртовского района сегодня в Махачкале завершилось первенство Дагестана среди юношей. Соревнования в течение недели проходили в спорткомплексе имени Гайдарбека Гайдарбекова. За звание сильнейшего там бились более 180 спортсменов. Все подробности у Курбана Рагимова. 15 весовых категорий, начиная с легкой, заканчивая супертяжелой. В финал первенства республики вышли лучшие из лучших. Каждый из них в своем городе или районе номер один, но чтобы победить здесь, надо выложиться на все 100. Спортсмены из Бабаюртовского района обеспечили себе медальный задел сразу. В самых легких весах победили братья Арсен и Алим Шамшидовы. Старший из них боксирует уже пятый год, но главную награду первенства ученик Марата Шихалиева берет впервые. Я упорно тренировался день и ночью и три боя выиграл. Старался слушать тренера в финальном бою и думаю, что на это я побил. То есть за счет этого до вас? Да. 15-16 лет в этом возрасте формируется тело и дух будущего мастера кожаной перчатки. Боксер-профессионал Хабиб Алахвердиев свои юношеские победы помнит до сих пор. Ровно 21 год назад он впервые выиграл первенство России. У нас была хорошая сборная. Тогда выиграли два человека чемпионат России. Это я 51 килограмм и Магомед 77 килограмм. Я надеюсь, в этот раз наши бойцы завоевают больше золотых медалей чемпионату России. Это какой бой делал? 98-й. Кто так запомнил, да, вот это, что ты где нашла? Я же говорю, это был самый старт вообще, который в боксе начинается. До этого возраста это еще дети. Но здесь уже начинается сборная формируется, сборная России формируется. Поэтому здесь уже начинает появляться костяк, из которого потом они переходят в следующую уже возрастную группу. Это юниоры. В ринге высокая конкуренция. На золотые медали претендуют также спортсмены из Хасавирта, Каспийска или Вашинского района. Из года в год эти боксеры составляют костяк республиканской сборной, которая в свою очередь занимает лидирующие позиции в стране. Даже в полуфинальных боях очень такие близкие, равные бои, достойные ребята. Постараемся максимально сильнейших ребят отобрать на СКФО. Смотрю, ребята, основном те, кто из прошлого года, которые были призером России и на СКФО, победители, они здесь. Поэтому мы надеемся, что и в этом году эти же ребята, и которые вновь попали в сборную, покажут результат хороший. Статус лидера в весе до 48 килограммов сегодня подтвердил боксер из Буйнакска Мурат Хайбулаев. Соперникам по финалу Азаматом Акаевым он знаком не понаслышке. Оба тренируются в одной спортшколе. В бою Хайбулаев все-таки сумел преподнести сюрприз. Все финалисты соревнований войдут в состав сборной Дагестана и примут участие в первенстве СКФО. Этот турнир стартует 21 января в Ставропольском крае. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Болевой прием Забита Магомед Шарипова признан лучшим в лиге UFC по итогам 2018 года. Эксперты высоко оценили захват дагестанского бойца, который он показал в поединке против Брэндона Дэвиса. Во втором раунде Магомед Шарипов повалил американца, затем неожиданно собрался клубок и произвел вращение, за счет чего вышел на рычаг колено. Сопернику пришлось сдаться. После боя Забит признался, что не знает, как называется этот прием. Ожидается, что следующим оппонентом дагестанца станет Джереми Стивенс, и их поединок пройдет 2 марта на турнире в Лас-Вегасе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова